друзья привет всем нахожусь я сейчас в бангкоке в каком-то храме не знаю в каком сегодня будет очень интересное видео обязательно досмотрите его до конца будет очень все насыщено вот такой вот здесь золотой колокол 6 утра вообще что я здесь делаю поехали на экскурсию здесь у нас вот такие вот статуи будды тайцы очень любят золото здесь у них все и сусального золото и я люблю золото как раз такие храмы по мне здесь вот пример нужно загадывать желание кидать деньги трусишь потом этот сундук здесь выпадает номерок берешь номерок читаешь потом какая у тебя судьба но ребята с возрастом я уже стал понимать что все зависит только от меня вот этот вот слоник или этот сундук мне никак не поможет я себе сам загадываю желание каждый день опять же все дело в вере если вы верите да в этого слоника в эти шкатулки они вам помогут но если вы верите в себя вы тоже себе поможет если вы через себя пропускаете любовь благодарность вы сами создаете в голове желание и все желания исполняется не нужно вам никаких будут никаких там слонов ничего этого не нужно все зависит только от вас как вы к этому относитесь верите вы во что-то значит так и будет не верите ничего не будет на лодке ну как на лодке на каком-то ржавом корыте вот таком вот вот такая вот здесь красота итак мы приехали на самое большое здание в бангкоке точнее оно было самым большим потому что два месяца назад построили еще выше это отель вот такой вот здесь вид ну прикольно вот такая вот здесь смотровая площадка она крутится смотрите здесь чемпионы висят кто быстрее поднимется на здание вот чемпион поднялся за 11 минут и 10 секунд вот чего бы немного не повезло за 11 11 поднялся ну а это такие лузеры за 12 минут поднялись ну прикольно придумали да так но после смотровой площадке нужно подкрепиться здесь у нас сашими креветки фрукты суши короче погнали так следующая остановка у нас храм дракона здесь опять же вот люди загадывают желание вот такой вот здесь дракон вокруг этого храма этот храм построили местные наверху там голова что здесь еще ну вот такой вот пруд здесь золотое яйцо там у нас пушка здесь какой-то кувшин туда нужно что-то бросать монетки вот люди бросают короче бросайте все у вас будет шикарно но вот такая вот обстановочка здесь скучно короче поднимаемся мы наверх по дракону здесь у нас вентиляторы по ходу вытяжки какие-то не знаю идем внутри дракона я думаю вы поняли идти кстати прикольно идем мы босиком поднимаемся на самый верх короче идешь по кругу и не знаешь на каком-то этаже поднялся ты или не поднялся просто идешь по кругу а туннель все не заканчивается о вижу свет пушка дошли вот здесь наверху голова дракона здесь какое-то дерево опять все молятся наклеивают какие-то наклейки на дерево я в этих всех обрядах не участвую я чисто как турист после тяжелого дня экскурсий идем заселяться наш номер на воде вот такой вот у нас номер о любимое вышло что у нас есть пушка да круто о нормально вот так вот у нас здесь сейчас пойдем на рафтинг будем справляться по реке вниз сказали нам закрывать двери да потому что могут заползти сюда звери бараны звери змеи звери короче нормально туда все что нужно для удобства есть у даже три кровати нам дали а а что здесь нужно мы здесь на одну ночь в принципе завтра продолжаем экскурсию так ну что погнали справляться по реке итак на следующее утро мы пошли кататься на слонах сегодня будем купаться на слонах сюда все идут купаться на слонах ребята вот я говорю что этот лог будет интересным расскажу вам сейчас очень интересную информацию вы знаете до скольки живут слоны слоны здесь живут в неволе до 70 лет и они знаете чего умирают они умирают не от старости а из-за голода представляете из-за того что к 70 годам у них стираются зубы они больше не могут кушать они спускаются к реке потому что там легкая растительность и там уже умирают а в неволе они живут до 120 лет и в таиланде слоны получают пенсию в таиланде у слонов есть паспорт после 70 80 они выходят на пенсию и пенсия у них 500 баксов в месяц и вот когда они живут в неволе за ними ухаживают и на эти деньги им покупают еду и они уже могут жить до 120 лет потому что хозяин им покупает там специальную пищу ухаживает за ними также в таиланде запрещено насилие над слонами нельзя над ними издеваться потому что вы можете за это получить 15 лет тюрьмы вот такая вот ситуация вот так вот мы едем с любимой сидим вдвоем впереди инструктор и ведет слона срак классно не жарко да да очень классно это все натурально это не просто для туристов и всегда привезли а действительно это вот такое как племя да тут живут местные и местные доживутся слонами так сели на слона очень тяжело кстати на нем удержаться так да так 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 Так, тут ребята кормят слонов. Смотрите, ребята, сделали нам фотку. Знаете, из чего эта рамка? Это рамка из слоновьих какашек. Ее здесь называют говнорамка. Также я вот скупнулся и тоже слегка в дерьмице. Ну, оно полезное, слоновье. Браво! 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 Вот! О, есть! Спасибо. Спасибо. Так, пришли мы на водопады. Здесь 7 уровней водопады, много туристов. Сейчас будем купаться. Будем купаться, любимая? Будем, конечно же, мы зря пришли сюда. Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, ребята, пушка здесь в джунглях. Шикарно покупались. Только рыбы, вот эти вот рыбы, они тебя кусают полностью за все. Нужно быть в шортах, потому что откусят все нахрен. Много вот этих вот, я не знаю, что это такое. Саранча какая-то, так она ужасно орет. Что тут еще есть? Что тут еще есть? Ящерицы, тигры, львы. Это джунгли, это заповедник. Но если ходить по тропинке, все будет нормально, нам так сказали. Классно, дикая природа, знаете, но хотелось бы, конечно же, без туристов вот это нужно ехать не на такую экскурсию, как мы поехали, а нужно вот с местными общаться, и они вас будут проводить. Ну что, мы погнали дальше. Так, следующая остановка, ребята, у нас обед. И это, кстати, последняя остановка, я реально не знал. Обедаем мы у моста смерти в ресторане на воде. Почему этот мост называют мостом смерти? В России его строили японцы с помощью военнопленных, американцев, европейцев, и очень много людей здесь умерло, потому что очень были тяжелые условия, малярия, жара. И это место стало популярным из-за того, что сюда начали приезжать родственники погибших. Ну вот, в принципе, такая история, ребята. Короче, этот лог, я думаю, получился очень насыщенным, очень интересным. Записал я для вас двухдневную экскурсию. Экскурсия, кстати, стоит 140 долларов на человека. Ребята, если вам нравится пассивный отдых, вам подойдут острова. Там Пхукет, Бали, Мальдивы. Вы можете быть на острове, купаться в бассейне, купаться в море, пить коктейли и больше ничего не делать. Если такой отдых вам надоест, если вам скучно, забивайте весь отдых экскурсиями. Но не весь отдых, через день можно ездить на экскурсии, но зато это будет очень интересно. Да, будет сложно, потому что вот жара, потому что вам придется ходить по каким-то джунглям, по какому-то болоту. Но зато это эмоции, это воспоминания. Так что, ребята, я вам желаю путешествий. Вообще вам желаю, как обычно, денег, потому что мой канал о деньгах. Будут деньги, будут путешествия. Но путешествуйте. По возможности старайтесь путешествовать, потому что это новые впечатления, новые эмоции, как я говорил уже, воспоминания. Вы будете совершенно другим человеком, к вам будут приходить совершенно другие идеи. Огромное вам спасибо за поддержку, за просмотр. Если понравилось видео, обязательно поставьте ему лайк, поделитесь им с друзьями. И обязательно, обязательно, обязательно подпишитесь на мой канал, потому что это огромная для меня мотивация выпускать для вас новые видео. Всем любви, добра, путешествий, больших денег. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok